Всем привет! И как обычно, Дима Мэйр и очередная распаковка товара с Алиэкспресс. Давайте быстрее посмотрим, что же нам пришло. Делаем надрез, убираем нож. Так, скрываем. Достаем содержимое. Смотрим, ничего ли у нас нет в пакетике. Ничего. Пакет мы убираем. Достаем содержимое. Ну и пакетик мы убираем в сторону. Значит, пришел нам налобный фонарик. Я заказывал, вот, сам занимаюсь рыбалкой, уже не раз я это озвучивал. И обычный фонарик, который держать в руках, им неудобно пользоваться, потому что руки должны быть свободны, где-то там наживку поменять, или там заплести узел. Вот, руки должны быть свободны. Поэтому решил заказать налобный фонарик. Ну, значит, комплектация у нас простая. Значит, пришла сама резинка для удержания фонаря на голове. Видите, здесь у нас идет LED Headlight. Ну, наверное, реклама. То есть, вот здесь мы можем регулировать. У нас идет USB разъем для зарядки. Ну, и сам фонарик. Значит, сразу забегу вперед. У нас было два варианта. На сайте вот 230 рублей фонарик. Значит, такой комплектации. И 400, по-моему, с чем-то был фонарик с батарейкой, с аккумулятором. Аккумулятор идет сюда 18650. Я решил, что, ну, у меня аккумуляторов много, я заказывался. Поэтому я решил, ну, зачем тратиться на дополнительный аккумулятор, когда они у меня есть. Ну, давайте теперь рассмотрим фонарик поближе. Видите, два элемента. То есть, один у нас фонарик светит вдаль. У нас вот такой он с линзой. И второй, то есть, большой такой светодиод. Это у нас светит вблизи, рассеивает. Дальше мы смотрим. Здесь у нас отверстие для зарядки. Здесь у нас две кнопки для управления соответствующими фонарями. То есть, это у нас управляет дальним фонариком. Значит, этот у нас управляет фонариком, который светит вблизи, то есть, рассеивающим. Здесь у нас открывается... Здесь, видите, у нас кнопочка открывается. Это место под батарейку 18650. Я уже ее приготовил. Вот такой элемент 860-50. Мы его вставляем 18650, закрываем. И вот видим, здесь у нас место для того, чтобы вставить соответствующую... Так, резиночку. Так, посмотрим, как у нас вставляется резинка. Я так понимаю, она вставляется у нас вниз, наверное. Сейчас посмотрим. Так, давайте посмотрим. Вот и все. Вот у нас вставилось. Вот у нас защелкнулось. Так. Все, значит, крепление, то есть, резинку для крепления на голове мы поставили. Видите, вот так у нас все это закрепляется на голове. Здесь вы можете длину резинки регулировать. Я так понимаю, что здесь мы можем менять угол наклона, видите, то есть, куда будет фонарик светить. То есть, представили, что это у нас на голове. Да, можно чуть вниз, можно чуть вверх поднять. Это тоже очень удобно. То есть, здесь у нас есть регулировка, куда будет фонарик смотреть. Единственное, конечно, все это пластмасса и насколько вот эти регулировки продерживаются, остается вопросом, конечно, ну, за такую цену, как бы, чего ожидать, кроме как пластмассы. Так, все закрываем. Давайте посмотрим, как у нас светит сам фонарик. Провод для зарядки мы уберем, там все понятно. Значит, еще раз я понял, что у нас две кнопочки. Первый у нас запускает дальний фонарик, видите, он у нас кружочком светит, и светит он вдаль. Также в каждом световом элементе у нас есть три режима, яркий, чуть тускнее и стробоскоп. Выключаем, а это у нас рассеивающий элемент, мы включаем, видите, у нас уже светит близко, но, как говорится, освещает большую территорию. И также у нас есть режимы чуть тускнее и стробоскоп. Можно включать их одновременно. Вот, то есть он будет свететь и вблизи, и вдали. Значит, единственное, что, чтобы отключить, нужно нажать, у нас получается, включили, раз, два, три, три раза. Так, ну, сделан у нас фонарик достаточно хорошо, видим, у нас все ровненько, как бы, сама резинка достаточно неплохая по качеству. И сам фонарик ни кривой, ни косой. Давайте проверим его в темноте, вот, и сделаем вывод, насколько он неплохой у нас фонарик. Ну, тестировать мы будем фонарик на экране для проектора, от меня до данной стены, то есть до экрана, где-то около трех метров. Ну, давайте потушим свет. Так, ну, вот сейчас у нас полная темнота, давайте тестировать фонарики. Первый мы включаем фонарик для дальнего света. Видим, что светит у нас вот таким у нас прожектором, светит он у нас вдаль. Вот, то есть сейчас я головой наклоняю, то есть куда я посмотрел, туда у нас двигается вот такой луч. Луч у нас, значит, величина вот этого пятна, она у нас не регулируется. То есть в данном случае он просто у нас направлен, чтобы освещать какие-то дальние объекты. Ну, давайте по режимам посмотрим. Так, здесь, вы видите, режим чуть потускнее стало, и у нас режим стробоскопа. Отключаем. Теперь включаем фонарик для вблизи, так скажем. Вот, видите, сейчас мы его включили, и у нас практически вся стена освещена. Вот, этот фонарик хорош вот для работы вблизи, то есть он у нас освещает близлежащую территорию, и можно там, например, заниматься какой-то работой под капотом автомобилей, или если вы ездите на ночную рыбалку, можете там заниматься, там вязать узлы, там нанизывать живца, там или червяка, и все в этом духе. Посмотрим также по режимам. Чуть тускнее, и стробоскоп. Еще раз отключаю. Включаю дальний фонарик. Видите, у нас, опять же, вот пятно буквально получается по центру, вот, края освещены достаточно слабо. Ну, давайте одновременно сейчас включу и фонарик для ближнего освещения. Видите, у нас все сейчас в темноте вокруг, то есть сейчас включаю фонарик для вблизи. Вот, видите, сразу у нас появилось дополнительное освещение. Сейчас еще раз я его отключу. То есть, видите, уже внизу стало темнее. Вот сейчас у нас одновременно горит и фонарик ближнего света, и фонарик дальнего. Батарейка на 18650, у нее емкость около 3000 мАч. Я думаю, с ней фонарик будет достаточно долго работать. Значит, данный фонарик я однозначно рекомендую тем, кто занимается ремонтом машины, то есть автовладельцам, также рыболовам, охотникам. Ссылку на фонарик я оставлю под описанием. Ссылочку также на аккумуляторы, проверенные 18650, также оставлю под описанием. Ну, или можете заказать уже сразу и фонарик, и аккумулятор у одного и того же продавца. Фонарик классный, если вам понравился обзор, ставим лайк. Подписываемся на мой канал, я вам говорю спасибо за просмотр и до новых встреч!